Здравствуйте, это Укрлайф. Мы начинаем наши прямые эфиры. Гость нашей студии, известный социолог Евгений Головах. Евгений Иванович, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем с настроений в украинском обществе. Закончилось такое короткое лето, неожиданно. И закончилось оно достаточно драматично для Украины. Случилась эта ситуация под Верховной Радой. Кто-то называет это терактом, кто-то по-другому. Но я думаю, что, наверное, вы как социолог сможете нам объяснить, может быть, это какая-то тенденция в украинском обществе. Это начало или единичное событие? Или это в принципе настроение людей? Вот вы как социолог, что вы чувствуете? Нет. Ну, я к этому событию отношусь все-таки как к эксцессу, который имеет достаточно глубокие корни в той ситуации, в которой мы находимся. Потому что это следствие того, что идет война, и оружие проникает в Украину из зоны военных действий в огромных количествах. А людей неуравновешенных становится все больше, как следствие военных действий. Я скорее так это рассматриваю, хотя можно найти много конспирологических теорий. И даже Свобода сразу нашла конспирологическую теорию, что это не они бросили, а это их спровоцировала власть. То есть тут множество, ну и чуть ли не это российские спецслужбы. Я все-таки считаю, что именно это событие и возможное подобное, это результат военных действий. Это результат той атмосферы, которая складывается, когда идет война. А вот настроениями там все сложнее. Дело в том, ну гранаты-то кидают не из-за настроения на себя. Иногда даже стопроцентная поддержка власти заканчивается террористическими актами. Мы все это знаем, Советский Союз вспомним. Теракты в Москве, которые были тогда, когда официально 99,9% голосовали за власть и ее поддерживали. Но на самом деле это и порождает разного рода эксцессы, когда нет свободной возможности свое мнение высказать, ну, говорит оружие. А вот настроение как раз у нас есть возможность сравнивать с тем, что было в прошлом году. Дело в том, что наш ежегодный мониторинг Института социологии мы теперь проводим летом. В силу разных причин. Да, ну раньше мы проводили весной в мирное время, сейчас до лета нам очень трудно это сделать. Ряд причин, ну в каком-то смысле, поэтому у нас и в прошлом году был июльский опрос населения Украины. И в этом году тоже июльский, и можно сравнивать, как изменились настроения. И должен сказать, что вообще-то я ожидал, что учитывая всю сложность ситуации, в которой находится Украина, и политическая, и военная, и экономическая, что настроения резко будут ухудшаться. На самом деле этого не произошло. Более того, что любопытно, что даже уровень тревожности, который в июле прошлого года зашкаливал, люди, столкнувшись с войной настоящей, пережили это очень сильно. И этот вот всплеск уровня тревожности, который мы измеряли, в этом году он не сильно, но я ожидал возможного повышения. По-видимому, идет процесс адаптации. Привыкли, да. Привыкание, человек очень адаптивное существо, и даже к таким условиям он постепенно адаптируется. Другой интересный момент, это к тому, о чем мы говорили с вами в прошлом году, о действенности российской пропаганды. Ну вот, я и тогда говорил, и сейчас повторяю, что эта пропаганда действует в основном на россиян и на жителей той части Донбасса, которая практически и фактически, как мы видим, находится в руках России. Да, там это очень мощный фактор воздействия на массовую психологию. Что касается всей остальной Украины, то наоборот происходит консолидация. Даже в сравнении с прошлым годом, у нас немножко больше стало тех, кто четко определился с стратегическим направлением развития Украины. Еще в прошлом году было больше людей, которые все-таки считали, что надо интегрироваться в постсоветском пространстве, с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Вот, в этом году таких осталось совсем мало, их около 20%. А все остальные? А все остальные, хоть и не вратите. Нет, нет, я объясню, значит, там какая ситуация. Что касается интеграции с Россией, то это около 20%, а у нас всегда было 50-60%, как вы помните. Конечно. И этот остаточный эффект еще был в прошлом году, когда около 30% еще этот вариант поддерживали. Но у нас сейчас 58% категорически против, остальные просто не определились. Но это уже квалифицировано, это уже, собственно, большинство. И то же самое с евроинтеграцией, только 22% против и 56% четко высказывают позицию. То есть у нас четко определился верх, определился верх от нашей многовекторности, которая была связана с тем, что мы Россию всегда рассматривали как дружественное государство. Братское, не побоюсь даже этого слова. Дружественное, братское во многих отношениях, да, и поэтому были настроения очень сильные, так сказать, связанные с интеграцией в одном культурном, в одном экономическом пространстве. Вот сейчас этих настроений для большинства, еще раз повторяю, нет. Ну, за исключением, может быть, той части Донбасса, которая сейчас находится под юрисдикцией Украины, там сложнее настроение. Там все-таки за интеграцию с Россией выступает. Там где-то так вот 30% против, но 40% за. Все-таки еще 40% за. Еще за. Ну, конечно, это же Донбасс, понимаете. Это действительно. Нет, ну так трудно было бы ожидать. Я объясню вообще, что, ну вот я знаю, сами эти непризнанные республики проводили у себя опросы. Расскажите. А вот очень любопытно. Вот в них они тоже спрашивали, какой вариант. Я не знаю, насколько можно доверять. Я не знаю, кто проводил. Но они выставляют, значит, информацию. По их данным, на оккупированную. Мы не проводили в этом году на оккупированную территорию. По их данным, значит, порядка 75-70% хотели бы находиться в составе России. Хотя еще два года назад в этих регионах находиться в составе России хотели не более 10%. То есть, если, так сказать, в какой-то мере хотя бы доверять им данным, значит, вроде бы произошел копирует. Но на самом деле здесь тоже все понятно. Для тех людей, которые живут все время в ситуации экономической катастрофы и войны, для них важна в первую очередь стабильность. И российских телевизионных каналов. И да, стабильность, они считают, им может дать экономическую, политическую, военную, может дать Россия. Тут вполне понятно. Они не очень верят, что стабильность обеспечат их собственные лидеры, которым они, видите, сами не сильно доверяют. Там, как они сами понимают. Существовать самостоятельно, как ДНР и ЛНР, хотят очень там считанные проценты. То есть, в основном, кратично. Да, но интересно, что даже там, в условиях проведения таких опросов, всего, находится там какая-то доля людей, которые все равно считают, что там надо находиться в составе Украины. Даже в таких условиях. То есть, понятно, что эти настроения, они подвижные. И я уверен, что если бы Украина... Ну, собственно, мы уже видим, что фактически проект этих республик исчерпан. Вот и последнее событие очевидно. Ну да, с Пушириной. Ну да, что теперь все-таки этот проект не боевых республик, а такой МММ-проект, который возглавил соответствующий лидер. И я думаю, что именно это свидетельство того, что, как все отпишут в прессе, Россия заталкивает в Украину Донбасс. Так или иначе, в любом случае, я думаю, что если удастся, так сказать, решить эти проблемы постепенно, и, кстати говоря, вот опять настроением людей, вот все-таки большинство граждан Украины считает, что Донбасс должен быть в составе Украины. А какое вот большинство? Их плюс-минус какие? Ну вот я вам сейчас скажу, к сожалению, я точно эти цифры сейчас не могу воспроизвести. Ну хотя бы порядок цифр, ориентировочный. Ну это тоже большинство, это свыше 50% тех, кто считает, что мы не должны отказываться от Донбасса. То есть это население за пределами Донбасса. И в этом смысле референдум, о котором вы говорили, о будущем Донбасса, я вполне абсолютно убежден, что если его даже сейчас провести, то, конечно, большинство граждан Украины выскажут за то, что Донбасс должен быть в составе Украины. Другой вопрос, вот что интересно, что люди растеряны в одном очень важном моменте. Значит, как это сделать? Вот когда мы задаем вопрос, по вашему мнению, как это сделать, тут разброс мнений. Здесь нет, во-первых, доминантного мнения. Здесь есть разные позиции, есть и те, кто считает там около четверти, что только военным путем. То есть четверть все-таки считают военным? Да, военным путем надо решить этот вопрос. Но все-таки более популярная позиция, что путем, так сказать, постепенной интеграции и, значит, экономического рассвета Украины, Донбасс постепенно сам включится во все и экономические, и политические, и во все структуру. Ну, если позиция такая, отгородиться стеной. А сколько людей? Ну, вот это примерно, вы знаете, нет единого, это где-то там 20-30, вот так вот, оно, все разные мнения. Вот я говорю, что если там 25 хотят военным путем, там, если там 30% считают, что надо путем, так сказать, экономической, постепенно, так сказать, улучшения ситуации включить. Где-то также там 20% считают, что надо вообще отгородиться стеной от Донбасса и дать им возможность жить так, как они хотят. То есть, пока на тот период, пока все сейчас непонятно, неясно. Но, в общем-то, да при этом, должен сказать, в любом случае, сторонники мирного решения этой проблемы, Донбасской проблемы, все-таки существенно преобладают над сторонниками. Вот у нас, я говорю, что всего, если так брать, каким путем, да, то только где-то около четверти тех, кто считает, что военный путем. Все остальные, те или иные, но мирные способы построения отношений с Донбассом. В этом смысле и большинство населения поддерживает и Минские соглашения. О, это интересно. До сих пор. Большинство, это где-то больше 50%? Это больше 60%. Больше 60% поддерживает Минские соглашения. Да, Минские соглашения. Ну, потому я вам объясню почему. Как мирные путем? Нет, просто дело вот в чем. Альтернативы не видят люди. То есть, еще, кстати говоря, вот сравним с июлем прошлого года. Тогда 37% считали, что военным путем надо решать. То есть, это более третий. Ой, это интересная динамика. Да, да, потому что, ну, тогда это был июль прошлого года, тогда были успехи, тогда мы как бы Славянск, Краматор, все вернули, постепенно на территории возвращались, и было такое впечатление, что таким способом, выдавливая, выдавливая сепаратистов и этих наемников, можно решить этот вопрос. Но сейчас, в общем-то, скорее общественное мнение склоняется именно к мирному пути, считая, что это слишком дорогая цена. И даже буквально мы спрашивали, что оправдано ли, все равно большинство, опять же, считает, что не оправданы те жертвы, которые были в дате войны. Так что, вот такое, это такие вот преобладающие настроения. Ну, и вот еще, а вот многие говорили, что осенью ждем всплеска, там, радикализации общества, активности, Третий Майдан и так далее. Что вот вы из своего исследования? Нет, радикализация, безусловно, будет, понимаете, радикализация, но не общество, я бы сказал, а радикализация определенных групп. Это интересно. У нас много групп, которые заинтересованы в радикальной решении проблем. Это прежде чем, вот вам пример, первая радикальная акция летняя. Это вышли кто? Свобода, Ляшко, те, кто предчувствует неминуемую катастрофу на выборах в местные органы власти. Вот это предчувствие, то есть поднять, а как можно поднять? Естественно, самый простой путь, который прежде всего приходит в голову определенным политическим силам, это радикализировать ситуацию. То есть выступление против власти, популярность власти снизилась, надо это сказать, откровенно сказать. Сильно снизилась или нет? Ну вот как вам сказать? Конечно, ну если поддержка была там очень высокая у Порошенко в июле прошлого года, еще когда он только стал президентом, в этом году только 18% уже, а там она почти до половины доходила. Ну, до половины не было уже в июле, где-то было там под 40%, сейчас вот 18%. Но еще президент еще не так много потерял. А те, ну вы знаете, что партия Яценюка и сам Яценюк имеет, считанные проценты, и это их подтолкнуло к слиянию, собственно говоря, с президентской партией. Это, более того, очень резко упало доверие к Верховной Раде, очень резко. Например? Да нет, ну сейчас вообще ситуация примерно такая, ну считанные проценты. Ничего себе, меньше десятка, что ли? Ну конечно, считанные проценты доверяют Верховной Раде. И то же самое, ну если только президенту 18-го, представьте себе. Ну а Раде всегда мало доверяли? Всегда, но в прошлом году нет, всегда доверяли менее. Но в прошлом году была где-то там треть людей, которые доверяли Раде. Ну были новые лица, новые идеи, новые проекты. Да, да, да. Это интересная традиция. Но это у нас всегда. Год, я должен сказать, что год, значит, властвования всегда приводил колоссальным потерям и в рейтингах, и в доверии. Это вечная история Украины. То есть тут ничего нового? Тут нового ничего нет. Интересно другое. А вот второй момент, протестное настроение. Вот я, можно было ожидать роста протестных настроений. Можно было ожидать. Ну все же это предсказаны. Да, но как ни парадоксально, вот вопрос у нас есть такой, как вы считаете, нужно, значит, сохранять мир и порядок в обществе, значит, несмотря на все трудности, или выходить с протестом на улице и так далее. В общем, в прошлом году был выше показатель. В этом году стало больше людей, которые утверждают, что надо сохранять порядок. А намного? Ну, мы сказали, если 10% на 10% их стало больше. Конечно. Очень немало. Это все равно не большинство, не меньшинство. Там, понимаете, ситуация опять, есть те, кто не определяется опять. И всегда это колеблется в диапазоне 30-40%. Но если от 30 до 40 повысилось, то, поверьте, это очень немало. Это, конечно. И что интересно, но, что интересно, что, это уже касательно радикализма, у нас, кроме простого ответа на те опросы, у нас есть свой индекс, который был построен специально для нашего мониторинга, индекс дестабилизационности протестного потенциала общества. Интересно. Это, собственно, он высчитывается, когда-то Наталья Викторовна Панина его разработала со своим аспирантом Клюенко, и он потом стал частью нашего исследования. Смысл в чем? Что измеряется общий показатель готовности участвовать в различных акциях протеста. Причем эти акции имеют наименее дестабилизирующий характер. Например, как законные демонстрации, митинги, пикеты. То есть все, когда это делается по закону, заканчивая, что тогда казалось невероятным, но сейчас это абсолютно реальность, участие в военизированных организациях, не подконтрольных властей. То есть сейчас вот. И эксперты оценили степень дестабилизационности каждого из этих акций, и готовность к участию в них очень по разный вес вносит в этот индекс. Скажем, ты готов участвовать в демонстрациях, пикетах. Это вполне понятно, твое право как гражданина, оно в наименьшей степени дестабилизирует общество. Мирный протест, да. Нет, но это такой естественный демократический протест, который в любой стране допускается, определяется законом и так далее. А вот, например, захват зданий и участие в вооруженных организациях, тут дестабилизирующие, значительно выше. И поэтому, если даже там, скажем, 4 только процента населения готовы участвовать в таких организациях, или там 5 процентов готовы захватывать зданий, это вносит очень большой вклад и сопоставимый с тем, что может внести там 30 процентов желающих участвовать в демонстрациях законных. Вот. И вот если, ну, техника подсчета индекса, я не уже не буду говорить, значит, как если мы сравниваем эти индексы, то что у нас интересно? У нас этот индекс действительно возрос. Этот индекс, сравнение, вот в прошлом году он был около 5, сейчас 5,4, причем 5,4 это очень высокие показатели. Вы думаете, высокие? Для нас. Мы сравниваем динамику за все годы, это он выше даже, чем тот, который был в период Майдана. А, в период Майдана был меньше? Всегда врос. Вот интересно, у нас было три таких всплеска этого индекса. Это Украина без кучи, мы 2001 год, когда были массовые протесты после убийства Гангадзе. Второе, это помаранчевый Майдан. И третий, вот как раз на период Евромайдана. Ну вот сейчас, в сравнении с прошлым годом, этот индекс возрос. Это говорит о том, что радикально настроенных людей стало больше. И опять это вполне естественно. Радикализм, это не радикализм общественного мнения, потому что общественное мнение в целом не радикально, наоборот, оно скорее готово. А вот отдельные проценты людей, а ведь где-то за каждым процентом, вы понимаете, стоит где-то несколько сотен тысяч людей за каждым процентом. Ого! Ну вот так вот. Немало. Ну, в 40-миллионной стране, скажем, взрослого населения поменьше, там, ну не ватт, надо представить, что один процент от 35 миллионов, или 32. И вот эти несколько процентов, действительно возросло желание, так сказать, готовность, хотя бы декларированная готовность участвовать в таких радикальных акциях. И это вносит свой вклад в общий коэффициент, сегодня он высокий. Это говорит о том, что угроза радикализации в условиях войны, и опять еще раз повторяю, в условиях войны, да и в общем-то в условиях экономического кризиса, она сохраняется и достаточно высока, что, собственно, является лишним напоминанием власти, что с этим надо считаться. Не только отдельные и единичные случаи бросания гранат, но и то, что многие люди могут стать участниками радикальных акций. Ну вот тут есть интересный вопрос, когда мы говорим о радикализации, да, о чем мы сейчас говорили. Вот война на Донбассе, или если хотите, Донецкий синдром, да, вот как раньше было в Ганске, вот сейчас Донецкий синдром. Многие ведь вернулись с фронта, многие остались в добровольческих объединениях, но они уже как бы отошли с передовой, и сейчас, если там они, ну, как бы были предели, что называется, то сейчас они отошли на вторую линию, и для них это психологически очень сложно, многие говорят об этом. Вот связана ли вот эта радикализация в обществе с вот этим, если хотите, последствиями войны на Донбассе, и именно с людьми, которые оттуда вернулись, вернутся, и, ну, может быть, вернутся там через... Я прежде всего с этим связываю, могут быть разные точки зрения, можно связываться экономически, можно и с идеологическими факторами, там, скажем, ориентация на Россию или против России, неважно. Но я убежден, что главный фактор, это все-таки война. Это опыт военных действий, это страшный опыт, он очень тяжело переживается, это доказано, посттравматический синдром, очень многих людей, прошедших через военные действия, они действительно во многом нуждаются в психологической помощи и поддержке, потому что видеть, как рядом с тобой гибнут люди, да и видеть подрушение страшных, это для психики колоссальный удар, поэтому, да, ну, причем, если для большинства людей это просто посттравматический синдром, то есть это стресс, это ночные страхи, это нарушение сна, это постоянное навязчивое возвращение к этим травматическим, трагическим событиям, это неспособность адаптироваться к мирным условиям. Почему? Это известно, что очень многие люди, прошедшие войну, потом стараются опять вернуться, потому что для них мирная жизнь уже не выносит. Вот, и в этом смысле, да, но для большинства людей это действительно посттравматический синдром, а для некоторых это уже путь к радикальному, а не решению всех вопросов. Они считают, что как это мы воевали, а теперь мы ничего не имеем, и вот, а эти тут жиреют. Вот такая логика она приводит. Это же не случайно, я разгулкаю преступности после каждой войны. Причем в этой преступности участвуют не только профессиональные преступники, а и те, кто прошел преступник, и кто имеет опыт с помощью оружия добывать себе необходимые средства. Вот это проблема, и она будет для нас. Почему? Я убежден, все-таки войну надо заканчивать. Чем быстрее, тем лучше. Тем меньше будет последствий такого рода. И посттравматических стрессов, и радикальных людей, которые будут считать, что только с помощью оружия можно решить общественные проблемы. А вот экономический фактор, как влияет на радикализацию? Что вот было у вас в вопросе какой-то, извините за автологию вопроса об экономической ситуации, что уж совсем достало критично? Очень плохо оценивают. Да, редко ухудшилось сравнение с прошлым годом оценка экономического положения Украины. Ну вот резко это вот... Ну если там по десятибальной шкале на один на целый балл она упала, если было там три, стало два, ну как это оценивать? И тогда были низкие оценки, но сейчас они просто очень низкие. Но интересно, что свое собственное экономическое положение, еще до сих пор люди немножко выше оценивают. Вот как положение экономического Украины, это показывает внутренний вот этот вот индивидуальный экономический ресурс, когда-то народная экономика так называемая. То есть народная экономика заработала, понимаете? Но, конечно, она является несколько смягчающим фактором, но она не является фактором, который выведет из кризиса. Она может только давать возможность кое-как выживать в условиях кризиса, а должна все-таки быть государственная экономика, государственная политика по реформированию и так далее. Ну судя по тому, что Лагарда там одобрила наши реформы, можно надеять. Это, мягко говоря, одобрила, она их просто похвалила, она была в восторге. Но вот видите, украинцы пока еще, ну в июле, по крайней мере, в отличие от Лагарда этого не смогли отследить. То есть они этого не видят, и не случайно результаты оценки деятельности правительства. То есть, возможно, правительство, в чем их, наверное, может быть проблема? Они должны были бы объяснить, в чем цифрами доступно большинству, не всегда экономически просвещенных избирателей, в чем прогресс в сравнении с прошлым годом. Да, а ведь люди что видят? Люди видят тарифы, люди видят цены и так далее, и так далее. Это не очевидно, тут не надо. Но они, возможно, не видят какие-то внутренние перемены, которые вообще надо было объяснить. И, ну, хотя бы там, даже вот это повышение зарплат, да, ведь все равно большинство-то связало с выборами, а не с тем, что у правительства... Хотя правительство сказало, вот мы накопили лишних там нескольких миллиардов, которые можем... Да, они... Но у людей же, понимаете, какое восприятие? Они думают, а, ну, вы перед выборами. А чем Янукович? Известный же, да. А чем вы от Янукович? Он то же самое делал. Янукович всегда перед выборами. И Кучма тем же занимался. То есть это опять известный прием перед выборами что-то повысить. Любимое развлечение. Любимое развлечение для... Ну, не просто развлечение, это прием, скажем так. Прием. Пиар. Технология. Технология, да. Повысить, чтобы люди довольные вроде бы пошли. Хотя я вот посмотрю, как они отреагируют, и у меня еще нет данных, как люди отреагировали. Но я можно априорно, уже можно говорить, что они восприимали это как... По крайней мере, по комментариям множеством, которые я там нам дадал, что в большом фотофоне они... Ну да, перед выборами нам кинули хвостик. Ну, а вот интересно, по коммуникации между людьми и руководством страны. Что-то было у вас там какой-то такой вопрос? Ну, мы специально не задавали такой вопрос. Просто это наша, кстати, животная сравнительность. Такой вопрос специально мы не задавали. Но я думаю, тут даже не надо... Вот как для меня, например, нет... Тут нет ничего спать. Я спросил, как вы оцениваете коммуникацию власти с народом? Я не сомневаюсь, что была бы очень низкая оценка. То есть это априорно можно так считать. Даже либо и спрашивать не надо. Хотя бы потому, что ведь все равно большинство людей не видят, как с ними разговаривать. Понимаете? Нет же... Заявление имеет спорадический, спонтанный характер. Вот произошло событие, президент выступил. Не произошло бы события, не выступил бы. А это... Я не говорю, что только президент должен общаться. Это должно быть систематическое. Я говорю, что это создать министерство информации, которое, собственно говоря, только этим и должно было заниматься по сути. Ну, не бороться же с машиной пропагандистской российской. Это безнадежное дело. Мы так не умеем. Я даже вот смотрю программы, которые у нас, а то ли там всякие вести Кремля, ну, они ни в кое сравнение не идут по степени оголтелости. Да и по-своему... И профессионализм. Нужно это признать, как бы нам не хотелось этого. Конечно, ну, они нет. Почему мы не будем признавать? Мы знаем, что та машина создавалась еще в советские времена. Она была очень мощная. Она тогда уже была отточена на пропаганду и контрпопаганду. А сейчас они ее просто унаследовали. Но, к сожалению, унаследовали не только технический трест. Они и психологию советскую унаследовали, и еще усугубили, конечно, в своей пропаганде. Мы не можем создать антигеббельса. Но мы можем, если уж зачем-то создано, так вот оно и должно налаживать коммуникацию на всех уровнях между властью. И это действительно многоуровневая коммуникация. Это не только регулярное обращение президента, там, скажем, премьер-министра, спикера, или кого первых лиц, там, Газарта. Это на всех уровнях. Люди должны видеть, кто им руководит, как они объясняют свои подсказки, почему они принимают те или иные решения, действия. Вот при этом, конечно, я думаю, ну, вот не удается нам это сделать. Хотя даже вроде бы война стимулировала. Не случайно именно война там стимулировала обращение западных политиков с населением. Тогда они это ввели как систему, чтобы общаться с населением. У нас даже война не смогла поломать нашу, я бы так сказал, подковерную традицию принятия решений, когда люди не понимают, почему те или иные решения принимают. А им уже задним числом объясняют пропагандисты. А это должно объяснить, вот я принял важное решение. Я предполагаю, будут такие сомнения, такого рода будут критические замечания. Объясню, почему мы вынуждены были решить именно так. И не было, скажем, другого способа решить. Вот я еще раз возвращаюсь к этой же проблеме. Каким способом интегрировать Донбасс? Знаете, есть консолидированное общественное мнение. Вот все уже консолидировалось. Надо идти в Европу. Уже последние два года оно укрепляется. Хорошо. Но есть вопросы, по которым общественное мнение вообще дезорганизовано. Вот по вопросу, как Донбасс. Слушайте, да весь мир, по-моему, по этому вопросу дезориентирован. Ну уж честно. Мы же, понимаете, нет. Мир определился, я вам объясню. Мир определился с тем, что ему проблема Украины с ее войной не очень нужна. Это почему Минские соглашения так активно поддерживают Запад. Потому что он боится, что если это выльется в полномасштабную войну, это будет поклеще холодной войны. Потому что если, скажем, Россия действительно реализует идею оккупации каких-то территорий Украины, используя регулярные войска. Это для что означает для Запада? Что они должны не просто ввести вот эти вот санкции, которые они ввели, такие условные, хотя тоже тяготные до России. Но ввести просто полную блокаду, железную занавес. То есть это будет ситуация, которая будет поклеще, чем холодная война с Советским Союзом. Но это не нужно Западу. Не нужно. Запад не хочет отгородиться, не от России. Поэтому он поддерживает пока единственный формат, который он видит. Раз есть договоренности. И по крайней мере там понятно, за что там наказывают, за что поощрять. Нарушены какие-то пункты этих договоренностей. Поэтому Запад-то определился. Вот важно определиться и нашей войны. Она вроде бы тоже определилась. То есть тоже видите, что официально власть поддерживает Минске. Совершение потому... А что делать-то? Другого-то выхода нет. А что делать-то? А что и Запад давит. Но тогда объясните, что другого выхода нет. Вот этот откровенный разговор, тогда можно ответить тем же критикам. Понимаете? А ведь их много будет. И это будут радикальные критики. И так, чтобы общественное мнение консолидировалось окончательно. Чтобы оно... Что Донбасс по-другому... Что вы... Вот, есть простая логика. Вы, большинство населения считает, что Донбасс это Украина, и от него отказываться нельзя. Все. И мы так считаем. И какой вариант решения этой проблемы? Вот такой. Путем последней реализации Минских соглашений. Ну, тогда нужно пойти дальше. Нужно сказать, если нет, то что дальше? Если нет, то война. Ну, вот это обязательно должно быть. А если нет, то война. Да. А учитывая, что все-таки за войну около четверти только, то все-таки это будет служить консолидацией той части, которая предполагает, что надо мирным путем решать эту проблему. Вот, ну, выстроить какую-то логику, которая бы могла объяснить людям решение. И потом, там же не только проблема мир или война, там проблема отгородиться, не отгородиться, отстраивать, не отстраивать, создавать границы, не отстраивать. То есть там много проблем. Вот это должны... Вы понимаете, Минские соглашения мало кто читал. Ну, у нас никогда никто. Ну, даже в Соединенных Штатах там половина никогда не читала свою конституцию. Так, глашусь, конечно, бесспорно. Это и нормально. Вообще люди не могут прочитать все документы. Не могут. У них своих масса проблем, которые им надо решить. А им надо хотя бы ключевые пункты разъяснять. Причем не на языке вот этих протокольном, которые вообще этот черт ногу сломит, когда ты это читаешь. А объяснить просто. Вот ряд действий, которые мы вынуждены, обязаны предпринять. И если вы хотите мира, если вы хотите интеграции Донбасса, другого пути нет. Вот. Все одно. Это и есть диалог. А видите, тогда бы может быть консолидироваться общительным мнением. Пока, например, идею просто экономического возврата, экономического, политического, все равно меньшинство это поддерживает. То есть есть же точки зрения, что от него вообще надо отградиться, что надо военным путем, что надо вообще, есть таких, что России надо дать. То есть очень разные мнения. Да, разные, это важно. А надо консолидировать. Поэтому, это ключевой вопрос для Украины, надо консолидировать общественное мнение. По возможности. Конечно, это не факт, что это окончательно удастся, но предпринять делать для этого что-то нужно. Не только на путем дискуссий в Верховной Раде или внутренних совещаний в Совете Безопасности. Ну вот еще один важный вопрос. Сейчас весь мир говорит о том, что приблизительно 200 тысяч беженцев Европа хочет разделить между собой, особенно после трагической этой ситуации, когда весь мир облетела эта фотография утонувшего ребенка. И наконец Европейский Союз сказал, окей, мы возьмем по квотам этих беженцев, и они их пересылают из одной стороны в другую. И называют цифру, куда деть 200 тысяч беженцев в Европе. Сложно. А вот у нас в Украине около 2 миллионов переселенцев. Ну, полтора миллиона. Ну, полтора. Еще точно, конечно, никто не знает. Ну, хорошо, даже полтора. Ну, миллион 200. Ну, хорошо. Более миллиона. Представляете, да? Которые без жилья, без работы, и по большому счету без денег, для того, чтобы длительно существовать без жилья и без работы. Да? Ну, это трагедия. Это во всем... Есть же определение. Если более миллиона беженцев, это уже гуманитарная катастрофа. Вот есть такое определение? Конечно. Более миллиона беженцев уже с этого момента начинается гуманитарная катастрофа. А почему мы об этом не говорим? Так у нас тогда... У нас гуманитарная катастрофа. Но, к чести украинцев, я всегда говорил, все-таки, несмотря на то, что ситуация вроде бы гуманитарной катастрофы, но ведь сохраняется какая-то стабильность этих людей. Так или иначе... Ну, тут много факторов. Конечно, один из них очень важный, это волонтерское движение. Кстати, вот что интересно, высокий... Вот мы задавали этот вопрос в этом году. Значит, у нас очень интересно по отношению к волонтерским действиям. Вот как... Вопрос был просто, принимали ли вы участие в каких-либо действиях по поддержке, значит, армии, а то беженцев, людей, требующих помощи и так далее. Вот. И что любопытно, вот оказалось, что у нас только 30... 29% людей, которые к этим сказали, что нет, я считаю, что это не моя проблема, а проблема государства. Всего лишь 3? 29 только. 29 только? 29 только. Да. А вот интересно, насколько все-таки оказалось у нас вот такая... на украинцы. Вот почему, может быть, это и не превратилось из определения гуманитарных астроков в катастрофу реальную? Потому что... Есть, правда, еще 19% тех, кто считает, что... Ну, они говорят, к сожалению, я не помогал, потому что сам Настальский был. Не мог. Ну, понятно. Ну, это вполне... Люди с ограниченными возможностями. Пожилые люди, больные. И там же масса есть людей, которые сами нуждаются. А 52% так или иначе, в той или иной форме, оказывали поддержку. То есть, конечно, разные формы, но тем не менее, это 52%, начиная от денежных переводов и пожертвований, и заканчивая конкретной работой с беженцами, с воинами АТО и так далее, и так далее. То есть, все-таки, опыт у нас за этот год последний накоплен огромный вот этой благотворительной деятельности, бескорыстной. Беспрецедентной, пожалуй. Для нас, да. Ведь мы же, вообще-то говоря, всегда были патерналистки настроенные страной. А для других, что ли, стран было такое? Нет, ну, естественно... Кто там там отличился-то особенно? Нет, ну, вот, например, благотворительность, это как бы такое стержневое явление организации западного общества. Там действительно благотворительность является, ну, одним из самых важных направлений деятельности, скажем, и государство, общество, государство не мешает. У нас государство еще до сих пор, вот, я же знаю, как у нас благотворители душили во времена... Я не знаю, что сейчас будет с ними делать, но это был факт, что у нас... Скажем, в Соединенных Штатах деньги потраченные на благотворительность высчитывают, не просто высчитываются из налоговой, а там еще получаются налоговые льготы. Для того, кто считывает, я уже насчитал какую-то благотворительную организацию, то эти деньги не только исключаются из налоговой, еще определенная там льгота есть. У нас наоборот, у нас, я знаю, что многие благотворительные деньги... Почему? Я вот иногда не хотел даже гранты брать. Научные. То есть это значит, что западные, скажем, грантодатели дают на развитие украинской науки, учитывая наши 0,2% это один из худших показателей в всем мире. Вот. Они давали эти деньги, но даже с этих денег высчитывались колоссально. Ну, хотя они их перечислить могли как общественная поддержка научного проекта. Ну да, благотворительные, совершенно точно. Абсолютно. Неприбыльного причем проекта. Более того, из этих денег они должны были платить еще огромные налоги, а к этому они явно были не готовы. А всякие теневые есть варианты, которые я не хотел просто в них участвовать. То есть без всякой тени. А реально, если это делать вот на законном основании, это все, для них это невероятно, что надо платить еще. Ну, как мы знаем, растамаживали. Они присылали сюда медицинское оборудование, которое у Крынии не было, и люди гибли, а их заставляли платить за растамаживание, и, точнее, взятку дать тому таможенку. Ну, вот так, вот такая была ситуация. Вот это, если мы это не сможем понять, какая у нас будет, у нас будет, в общем-то, ограниченная благотворительность. Сейчас, надо сказать, многие благотворительные фонды наши жалуются, что денег резко уменьшилось. Ну, это вполне понятно, сократилось возможности. И у людей, конечно, сколько? Уже больше года помогают. Больше года, так нет, они помогают, но их уровень жизни падает. Конечно. И это, да, реально, то есть, может быть, людей будет не меньше, но если раньше он мог 100 гривен пожертвовать, сейчас он только 10, может, понимаете, вот в чем разница. То есть, физическое, сокращение физической массы помощи, конечно, неизбежно. Вот, но все равно этот опыт очень важен. В конце концов, если через год, два, три, я не знаю, у нас будет лучше экономить ситуацию, то и учитывая этот опыт, люди смогут помогать финансовым. Вот, может быть, это благотворительная помощь, она сыграла свою роль по адаптации определенную беженцев. И действительно, такой наглядной катастрофы мы не видим. Ну, по крайней мере, да, наглядной. Нет, мы знаем, там есть отдельные судьбы людей, если их встречать, конечно, там большие проблемы, трагедии. Вот, вот у меня, я знаю, ну, как я, могу я назвать, когда у меня люди из Луганска, которые вынуждены были бежать, преподавать, не мои дальние родственники. Но жили у меня, они пока не стали. То есть, это абсолютно реально, я понимаю, это у них трагически, они потеряли работу, они потеряли жилье, фактически, хотя оно там. То есть, понимаете, это, и, и, я думаю, что таких примеров, там, десятки, сотни, наверное. Сотни тысяч. Сотни тысяч. Конечно, да. Ну, и традиционно, как же без главного вопроса, местные выборы в октябре. Ну, вот, беспрецедентно, у нас первый, по-моему, в истории Украины, когда одна из партий, партия премьер-министра, ничего себе, на прошлых выборах, победившая, да, вдруг не идет на выборы. Что здесь такое? Не, ну, это совершенно, мне тут все понятно. Дело в том, что ее рейтинг достиг такого, как, размера, что идти на выборы, это просто получить позор. Понимаете, если рейтинг, по всем вопросам, в чем это, разные цены, они наверняка провели свои собственные, они их социологам же никто не доверяются, если плохой результат, тогда, значит, начинают свое еще провести. Ну, и все им показали, что там один-два процента, это максимум, что может такая, эта партия набрать, ну, как она может идти, просто с действующим правительством, премьер-министром, и получить вот такое, подобное. То есть, фактически, это будет нелегитимно? Ну, не легитимно, это показатель не легитимно, это значит, надо уходить в немедленно-вотставку, поэтому было вот такое, принято своеобразное, политическое решение, о слиянии, там, ну, это политический ход. Ну, вот еще важный вопрос. Помните, на прошлых выборах была идея новых проектов, политических проектов, новых лиц и так далее? К сожалению, не все новые проекты, прямо скажем, удались. Как вы думаете, вот эта тенденция в потребности новых, снова партий, вот как-то Украина очень любит это, на Западе вот как-то больше они старые усиливают партии, а мы как-то все время создаем новые. вот эта тенденция продолжится или мы все-таки задумаемся и как-то уже начнем укрупняться и углубляться в отношении партии? Ну, вот оптимизма большого как-то действительно нет, потому что, вот понимаете, у нас нет преемств. Вот это очень важный момент. У нас опыта нет многопартийных. Собственно, была одна пара. Коммунисты. И блок был коммунистов и беспартийных. Блок всех. А потом начали действительно создаваться сотни. Вы знаете, как разочаровалось население? Вот это же для меня это... Я всегда на эти цифры смотрю с ужасом. Ну, в таком мы живем разорно сознанием. Еще в 91-м году такой вопрос когда только Украина на карте появилась независимая. Вопрос как вы считаете, нужна Украине многопартийная система? Или мы думали вот осталось. сколько людей с остаточной советской ментальностью, что нужна одна партия? Ну, и все-таки было намного больше тех, кто считали, конечно, многопартийная нужна. Ну, хотя и много было, много было людей, там, скажем, если там 45% считали, это в 91-м году, что нужна многопартийность, а 30% считали, что не нужна, остальные еще хлебались, то все, вот сколько осталось. Ну, вот представьте, когда мы стали эти регулярно замеры проводить, начиная уже с середины 90-х, больше было всегда тех, кто считает, что не нужна многопартия. А что нужно, двух партийных? Вообще не, одна партия и все. Да ладно? Ну, вот так. Да вы что? Да вот так. А сейчас? И сейчас, хотя меньше, хотя сейчас 50-50, сейчас где-то 35 тех, кто считает, что нужна, 35, что не нужна, и остальные. Вот сейчас такая ситуация. Ничего себе, это очень интересно. Вот это настолько велико было разочарование. Вот наши вопросы, доверие к институту, партиям. Доверяете ли вы политическим партиям? И что? Всегда одно из самых низких. Астрологам намного больше доверяются. Специально есть вопрос о доверии астрологам. Партиям доверяют намного меньше, чем астрологам. Да, это интересно. Ну, и как вы думаете, много новых, имеют ли шансы новые политические проекты на этих местных выборах? У вас-то опыт большой. Ну, я не знаю. У меня не такой большой опыт, кстати. Я на местном уровне никогда не изучал. Да я вообще уже лет 10 как отошел от фокусированных политических исследований, связанных с электоральностью, с выборами. Но более того, когда этим занимался, в 90-е особенно годы, я в основном это все изучал на общеукраинском уровне. А вот как раз локальный уровень я не очень хорошо знаю. И поэтому у нас институт просто не имел. Я вам объясню, почему даже. У нас институт не может получить деньги на каждый локальный проект. У нас, дай бог, получить хотя бы хоть что-то, собрать там, все на то, что общеукраинское исследование. Это дорогостоящая вещь. А локальные исследования занимаются обычно центры, которых нанимают соответствующие политические силы. Центры коммерческие, они проводят, изучают все эти партийные проекты, отношения к ним. Поэтому я в данном случае не эксперт. Тут я вам не могу сказать, насколько... Нет, я вижу, вот появились проекты в Киеве, я схожу, вижу битборды с удивлением, смотрю, нам все обещают решить все наши проблемы. Все наши проблемы решить, поэтому они появляются. Насколько... Нет, само интересно, кстати, не надо опросов, достаточно будет посмотреть результаты, сработают эти проекты. Но был и случай, когда срабатывают. Были случаи, ну вот хотя бы проект очевидный, радикальная партия. Ну, конечно. Могла набрать 10% ни из чего родившиеся, из одного индивида, да, из одного политического деятеля. Вот, и набрала 10%. И кто там с ним прошел, ведь это же удивительно, ведь это же не знает, вот пойдите спросить, знают ли они еще кого-нибудь в этой политике, 99% это откуда, я знаю, от чего ты голосовал, а голосовал, ну вот я видел человека с вилами, мне этого достаточно. Я думаю, что может быть... У нас вообще, ведь поймите, это культура лидерских, или как их назвать, персонализированных политических сил, это другой пока нет. У нас всегда блок Порошенко, блок Тимошенко, партия Яценюка, партия, ну вы же... Ну, конечно. Мы же все персонифицировали. уходят персонали, Кличко, удар, то есть мы все понимаем, а что такое удар, кто знал там эти... Опять же, все... Ну я там кое-кого знал, там с уважением даже относился, ну не в этом дело, но массово кто знал, что там за Кличко, но видели вот эту... Ну, конечно. Вот эту мощную фигуру, и за нее там готовы были 20% голосовать. Вот видите, то есть у нас убери из этого удара Кличко, и что от нее? Убирали, уберите из Батькевщины Тимошенко. Вот что вы выдернете эту персональю, проект рассыпается. Ну Тимошенко-то убирали на два года. Не, ну так он же и рассыпался, вот и все, и он потерял. Сейчас она вернулась, они имеют опять какой-то... У нее, именно у Тимошенко, а не у Батькевщины, есть стойкая, значит, доля приверженца. Вот ее так. Она колеблется, конечно, было побольше, сейчас поменьше, но все равно ядро у нее мощное. Я, кстати, когда-то мы изучали, такой метод панельных исследований, когда вы одних и тех же людей, это я с Киевским международным институтом социологии изучал, как раз вот это политическое исследование, значит, вы с определенным интервалом времени опрашиваете одних и тех же людей. Это называется в социологическом языке панель. Это там две тысячи людей. Конечно, кто-то выпадает, но в целом, мы там два года изучали, за два года мало. Это панели трудно держать там десятилетия. А я что, оказалось, мы изучали ядро электората. Удивительно, что как, кого они поддерживают, политическую силу. Перебегали люди постоянно. Вот, бегают из партии в партии. Вплоть до того, что от Ющенко Кенуковича, от Януковича, от Ющенко, от Тимошенко, от Тимошенко, и так далее. То есть, там бегали, это было 10 лет назад, поэтому даже уже больше лет 12. Но что интересно оказалось, что самое стойкое ядро, самое стойкое, было не у Ющенко, не у Януковича, а именно у Тимошенко. Она имела, вот это называется, электоральное ядро. Те, кто никуда не бегает. Стойка 2 года держится за своего лидера. У нее их было больше. Так и вот они сейчас есть. Они сейчас есть. Ну, и вот еще важный вопрос, централизация и децентрализация. Я думаю, что еще не одно копье будет сломано по этой теме. Что народ-то там вообще говорит? Или вы пока не интересовались? И что вы сами говорите? народ целиком, значит, децентрализацию поддерживает чуть ли в целом 90%. А вот интересно, знали, что это? Ну, а в какой форме? Нет, нет, нет. Но форма не автономия, против автономии. Это мы спрашивали. Автономию там очень немногие поддерживают. Децентрализацию в... Нет, есть и те, кто считает, что вообще не надо ничего трогать, как живи, так живем. Но все-таки большинство считает, что децентрализация нужна, но без автономии. То есть Украина должна быть унитарной государством с децентрализацией, с передачей функций от центральных... Полномочий просто. это да, важность полномочий. То есть не какой-то федерализации. Да, нет, нет, федерализация не поддерживается абсолютно. И как федерализация, так и отказ от децентрализации. То есть децентрализация, как слово, пользуется хорошим. Помните, как когда-то у нас была демократия? Да, вот демократия, теперь децентрализация... Общественное мнение выступает за децентрализацию. Ну, конечно, понять, что это такое, в каком варианте, это очень сложно. Но, в принципе, сама идея передачи каких-то полномочий на места, она поддерживает. Ну и последний вопрос. Вот ваш прогноз как социолога на ближайшую осенний период, может быть, включая и бабье лето, будет ли оно в Верховной Раде, пока непонятно. Но посмотрим. Я вам что хочу сказать. Меня всегда я был убежден, что задача социолога трудно предсказать. Да вообще, опыт показывает, что вообще все предсказания это неблагодарное дело. Ну ладно, ну астрологам-то вот сколько верят. Астрологы верят, да, я понимаю. Ну вот, социолог не должен подавляться астрологу, но дело в том, что социолог может предсказывать, он не может предсказывать, что будет. Быть может что угодно. Он может предсказать, что точно не будет. Вот давайте, чего не будет. Ну так вы спросите, что вас волнует из того, что я вам могу сказать, что в этом, вот я абсолютно глубоко убежден, что при всех возможностях, так сказать, эксцессов, которые нас ожидают осенью, все равно очевидно, что вот эта линия мирного решения проблемы Донбасса, которую, значит, с одной стороны уже очевидно поддерживает власть Украины, ныне действующая, значит, с другой стороны поддерживает Запад, которому перечить многие силы выступающие против мирного решения тоже не могут в силу того, что они понимают, чем это для них закончено. Ну и это уже очевидно, это уже и политика России, которая действительно хотела бы сейчас эту проблему, чтобы, скажем, в первую очередь, чтобы санкции были отменены уже в конце года. То есть, понимаете, вот сейчас сложилась такая ситуация, что от этого пути на ближайшее время, мирного пути, ну вот именно от того, который сейчас есть, и против которого, кстати, выступала и свобода, и радикальная партия, и самопомощь, кстати говоря, что меня несколько удивило, честно говоря, я считал, что самопомощь это все-таки такая умеренно либеральная сила, и они, правда, вот, я тут с ними согласен, конечно, тут может быть, вот если удастся эту решить проблему, закон принять, сперва принять закон, который будет регулировать статус, а потом конституцию. Вот тут, тут, пожалуй, у них есть рациональный резон, потому что закон это код в мешке, его можно продавить 226, это я, вот, вот, вот этот, я думаю, что война, если она будет, так сказать, внутренняя политика, вот по поводу этого, что сначала, конституция или закон, если мы будем видеть закон, вообще говоря, и украинцам надо было бы увидеть, вообще она, как будет конкретно регулироваться, тем более, что закон-то принять не проблема, там 300 голосов не нужно. тоже не проблема его и поменять. И поменять. Закон, в условиях того, когда большинство имеет, ну, недействующая власть в парламенте, так она и по определению вы должны иметь. Поменять закон не проблема. Ну, надо, ну, надо видеть, но если они его приняли и там все понятно, тогда зачем же его менять? Если после этого принимается конституция, это, так сказать, достаточно естественный процесс. Вот. Это снимет много вопросов, кстати говоря, неопределенность. Вообще, что, вот, не это неопределенность, а так будет сохраняться неопределенность. То есть, и вполне могут быть разного рода эксцессы. Вот такого рода, который вы наблюдали, хотя я не исключаю, масштаб я не могу предсказать. Вы знаете, никогда нельзя предсказать, что интересно, взрывы, потому что взрыв происходит, даже не потому, что для этого есть какая-то почва в общественном мнении, в каких-то ситуациях. А часто он сопряжен с внутренним эмоциональным, таким напряжением людей, которое может найти выход из-за одного провоцирующего события. Вот как оно ляжет, это событие. Это удивительно, об этом уже загадка, сколько существует, там, социальная психология, там, социология, над этим бьются. Почему пять лет назад такого взрыва не было, сейчас произошел? Почему в одних странах он происходит, казалось бы, одинаковые условия, а в других нет? Это, но, единственное, что я могу сказать, какие бы взрывы не были, какие бы там не были эксцессы, политически, на стратегическом уровне, другого пути не будет. он просто пока не имеет альтернативы. Альтернативы, это война всех против всех, очевидно, которая просто потрясет всю цивилизацию. И это, я еще раз говорю, это ответственным политикам совершенно не надо. Спасибо вам огромное. Гостем нашей студии был Евгений Головаха. Вы оставайтесь с нами, мы уже ждем следующего гостя. А вам, Евгений Владимирович, спасибо огромное. Всегда рады. Я с интересом поучаствовал в программе. Спасибо. Спасибо большое.